Добрый день! С вами канал Говорит Севастополь. Мы находимся на набережной Корнилова. И сегодня как по департаментам экономики Ленинского департамента проходит плановая, видимо, проверка мощности действия предпринимателей несационарных торговых объектов. Мы сейчас присутствовали при составлении акта на одном из торговых мест. Претензии к предпринимателям заключались в отсутствии разрешающих документов на введение деятельности на данной территории и отсутствии трудовых договоров непосредственно с продавционным реализатором продукции. Проблема с несационарными торговыми объектами и стихийной торговлей не первый день длится, и не первый год. Было много попыток решения этой проблемы из последних, то есть проведение конкурса по постановлению 10.30 и утверждение комплексной схемы. Которая тоже спорная. Да, по поводу постановлений и схемы до сих пор ведутся споры о ее правомочности, о том, действительно ли она соответствует потребностям жителей и гостей города. Как ты считаешь, Глеб, действительно ли в центре города, что на Приморском бульваре должна находиться масса объектов реализации продукции, которая скорее даже не относится к урокному сезону и не представляет ни символики города, ни какой-то туристической привлекательности? Мое мнение таково, грубо говоря, не стоит устраивать из города-героя, города федерального назначения Шанхай, потому что набережная Корнилова – это основное место прогулок, все туристы ходят, фотографируются. Просто то, что происходит, мне кажется, что это несправедливо тем людям, которые официально опормируют. Но с другой стороны, все это происходит из-за того, что нет четко регламентированной схемы, не добавляются места новые, грубо говоря. Как люди торговали, так и торгуют. Кто-то платит в полицию, кто-то еще что-то. Ну, единичные такие факты. И опять же, в плане торговли. Торгуют не товарами, не то, что там, говорит, крымскими, севастопольскими, российскими. Торгуют какой-то китайской фигней, просто шурум-бурум. И мало того, что они торгуют там всякой-то китайской шурум-бурум, продается алкоголь прямо на набережной, без соответствия норм. Просто реально устроили Шанхай. Мне кажется, если это делать, ну, мы сейчас, конечно, это все оцениваем, нужно делать типовые, в одном стиле, архитектурные решения. Если у города нет сейчас возможности это сделать, да, по каким-то причинам, можно заключить с предпринимателем концессионное соглашение, на основании которого разработана определенная архитектурная схема, поставить здесь. И каждый месяц они выплачивают роялити. В многих городах это уже как бы есть. Естественно, пополнение бюджета. Пополнение бюджета, да, и прекратились бы варианты, как бы, нарушения закона, прекратились бы эти скандалы с институтонарными торговыми объектами. Мы бы обошли коррупцию, если бы были конкретные, красивые, архитектурные решения. В городе Героя Севастополя на каждом углу, извините меня, непонятно кто, что продает под табличками шурма. Какая в России шурма? Что в ней находится? На мой взгляд, нужно еще, конечно, определить ассортиментный перечень тех товаров и услуг, которые могут реализовываться или предоставляться на данных территориях. Потому что можно понять предпринимателей, которые реализуют сувенирную продукцию с символикой города, Крыма. То есть это интересно, каждый приезжий, турист, хочет везти с собой частичку города, память о пребывании в Севастополе. Но когда в центральной части города, в прогулочной зоне, на набережной, извините, продаются трусы-носки, это ни в какие рамки. Это позор. Это просто облик города стирает и действительно создает какой-то рынок. Мы снимем, конечно, сейчас сюжет проверок, но это у нас только просто бред. Сейчас выписали штраф в 500 рублей, через полчаса они снова выйдут торговать. Но еще раз повторяю, отнюдь, частично, конечно, это их вина, но по большому счету не созданы условия для торговли. Все прекрасно знают, что на набережной Корнилово идет торговля. Все глаза закрывают, условия не созданы. В этом не основная проблема. Есть две еще большие разницы. То есть, с одной стороны, бабушка вышла с какими-нибудь куклами, которые она сама шьет, а совершенно другая ситуация, когда от набережной Корнилово до площади Нахимова заставили все холодильниками, вплоть до того, что перед входом на дельфинарии холодильники установили, закрыв памятные фотографии истории города, те места, где люди фотографировались. Да, то есть, видели исторические кадры героической истории города. И понятно, что даже бабушка, выйдя там со своим столиком одним, может быть, она и не имеет каких-то там правоостановящих документов, но, извините, когда больше десяти точек стационарных с подключением электроэнергии стоят холодильников, при том, что разрешительных документов в принципе быть не может, на мой взгляд, это уже как-то чересчур. Самое интересное то, что как раз-таки все знают, и не боимся это говорить, люди, которые ставят палатки свои возле дельфинарии, они конкретно платят одному человеку, у которого на это разрешение в принципе нет. Если у тебя кусок земли под ларек, это не значит, что ты можешь построить там, грубо говоря, девятиэтажный дом. Также в этом случае, если эта земля под одно, не нужно пользоваться этим моментом и собирать с людей деньги. С тех людей, которые не знают закона. Но, с другой стороны, не знание закона не освобождает от ответственности. Поэтому, мне кажется, стоит обратиться ко всем предпринимателям, к правительству. Это очень острая проблема, которую нужно решать. И это лицо города. Это лицо города. И деньги текут мимо бюджета. Мы будем снимать репортаж по всей центральной части города. Сейчас мы обратим внимание на самые острые моменты и объекты, которые, на наш взгляд, категорически не вписываются ни в архитектурный стиль города, ни в консенсию центральной части первичного отсутствия. Вот, как бы, на момент проверки вот такие свернутые у нас товары. Якобы никого рядышком нет. Кому что принадлежит, вообще непонятно. Сейчас пройдет полчаса, проверка закончится, все снова развернут свою работу. Кстати, интересный момент вот по поводу движения автотранспорта по набережной. На каком основании вообще это происходит? Вот, только что как раз здесь торговала девушка. После проверки она свернулась, свернула свою деятельность. Вот, интервью давать отказалась. Ну, я думаю, пройдет час, она снова встанет туда. Вот, шикарно, набережная, гуляет народ, турист. А тут у нас ездят машины. Причем ездят местные. На каком основании это происходит, вообще просто непонятно. Всех просто как ветром поздувало. Это ветреный день. Ветреный день, да, проверка пришла. Вот, севастопольский Шанхай. Прям склады возле туалета тут стоят, продукции. Все, что угодно. Хваст тоже резко закончился. Ну, ничего, сейчас, думаю, скоро наполнят уже обратно бидоны. Вот, сувениры все закрыты. Никого нет. Зато здесь у нас аншлаг просто. Просто аншлаг. Народ кушает. Только что он тут кушает, отнюдь не понятно. Здесь у нас холодильники резко закрылись. Во втором ларьке, который, в принципе, работает регулярно, тоже какой-то резко получился санитарный день. Все закрыто. Ну, мне кажется, это не решение проблемы абсолютно. Опять же, видим, стоит машина. Стоит прямо на набережной. Холодильники опустили. В принципе, надпись Севастополь. Здесь были памятные фотографии военных лет. Ну, видимо, данные предприниматели на все это положили просто и загородили своими холодильниками с надписью Кока-Кола всю памятную историю. Спасибо им. Спасибо за то, что они любят Севастополь. И Кока-Кола. Ну, и севастопольский Шанхай. Во владелье дельфинария. Из которых, ну, как бы, дельфинарий регулярно поднимает деньги. И поэтому здесь развернулась очень бурная торговля. Посмотрите, как приятно гулять по центру, по набережной. Как где все гуляют, туристы. Где они любуются красотами города, архитектурой. Тут прям какая-то резиденция Китая в Севастополе. Вот так же мы наблюдаем палатки. В принципе, предприниматели неоднократно обращались в администрацию с просьбой как-то официализировать их деятельность. Но ничего не последовало. И, в принципе, вот это то, что мы все тут наблюдаем, контролирует один и тот же человек, который регулярно получает за это деньги. Видно, кому-то это выгодно. Видно, опять же, это та же самая пресловутая коррупция, с которой мы все боремся-боремся, боремся-боремся. Становится все только хуже. Почем? Бывший дворец пионеров. Ныне дворец детства и юношества. Если не ошибаемся, но... Это их территория. Внимание стоит в дворе. Кто-то интересуется, что мы снимаем? Какой-то вопрос есть? Ну, а от кого вы снимаете? Вот так тут происходит. Люди скандалят, не хотят убирать. В принципе, их тоже можно понять. Но не возле дворца пионеров уже. Прям не день, а апокалипсис. Резко везде в городе закрылся квас, морожено. Что же происходит? Почему никто не работает? Удивительно. Хотя нет, кто-то работает. Кому-то проверка не страшна. Давайте спросим у них. Просто без комментариев. Площадь Нахимова. Ханхай продолжается. Что-то как бы проверяющих мы не наблюдаем. И все это происходит прямо на фоне правительства. Вы просто скажите, неужели вам из окошек не видно всего этого? Ну что, проверка закончилась. Праздник начался. Все открылось. Все выставляется. Все работает. Ура! И шаурма открылась резко. Все встает на свои привычные места. Добрый день еще раз. Сегодня мы сняли сюжет о проведении плановой проверки администрациональных торговых объектов и торговой деятельности в центральной части города в Ленинском департаменте. Как вы можете увидеть из нашего сюжета, большое количество предпринимателей ведут свою деятельность на территории Приморского бульвара, площади Нахимова, набережной Корнилова. Мы думаем, что уже наступило время сесть за круглый стол. И власти, возможно, с представителями предпринимательского сообщества, с теми людьми, кто ведет деятельность на данной территории, это совместное решение о развитии этой территории, по структурированию климатической деятельности, по созданию, возможно, архетипов торговых объектов, дабы эта деятельность не имела стихийный характер, а была систематизированной, приносила пользу и доход в бюджет города, и совершенно естественно, чтобы внешний вид этих торговых объектов и торговых точек был привлекательный, соответствовал архитектурному стилю города и повышал туристическую привлекательность центра города, а не, наоборот, отталкивал гостей города своим внешним видом. Ну да, несомненно, Андрей, нужно не проводить какие-то проверки для какой-то калочки определенной, поймать пару предпринимателей, чтобы на полчаса все закрылись, а именно структурировать все, создать определенную, говоря, платформу, собраться с предпринимателями, правда, может быть, пора уже наконец сделать дату заседания. В принципе, мы с ними поговорили, они все не против. Они хотят работать законно, они хотят платить, но условия для этого никаких не создается. Даже сейчас мы при вас все снимали, проверяющий пришел там буквально минут на 10, оштрафовал двое людей, и все, больше никакие действия не предпринято, да? Никто не задумался о том, что сделать, правда, внести дополнительные точки, несостанарные торговые объекты, потому что... Создать условия для людей, для предпринимателей севастопольских, создать для них условия для ведения деятельности. Совершенно естественно, что, когда люди будут уверены в завтрашнем дне, когда они будут защищены юридически, юридически, они будут вкладывать в развитие этой территории. Я больше чем уверен, что предпринимательское сообщество готово за свой счет отремонтировать те же там лавочки территории. Да, конечно, сделать, чтобы это смотрелось не вот так, да, с этой стороны как-то там, списанные стены, вот, прекрасно видно там грязь везде. Если бы назначили какого-то, хотя бы одного человека, юрлицо, смотрящим, отвечающим за эту набережную, тогда бы, возможно, что-то изменилось. А сейчас, если не предпринять какие-то определенные действия, все как было, так и останется. Ну, инициировать создание какого-то юрлица, объединяющего предпринимателей, ведущих деятельность на данной территории. Тот же самый ТОС. Тот же самый ТОС, на самом деле. В принципе, мы сейчас посоветуемся с юристами, и я думаю, что выступим инициаторами создания юридического лица либо ТОС, либо кооператив, объединяющих предпринимателей. И все мы понимаем, что человек, если он уверен в завтрашнем дне, если он понимает, что он работает на этой территории, то он с тройным усилием и усердием будет эту территорию облагораживать, стараться... для себя это домом, а не то место. Такое ощущение, как будто они там все контрабанды торгуют и резко начинают собираться, да? Обращаемся к нашему в Рио губернатору Овсянику Дмитрию Владимировичу. Пожалуйста, обратите на это внимание, возьмите это в свои руки. Я думаю, все севастопольцы вам будут благодарны. И огромная просьба все-таки провести круглый стол непосредственно с приглашением представителей предпринимателейского сообщества, ведущих деятельностей на этой территории. Потому что, откровенно говоря, никто, как те люди, которые здесь годами работают, не знают специфику этого места, не знают тех нужд, тех потребностей и саму жизнь этой территории. Сидя в кабинете, этого не увидишь и не поймешь. И, как мы уже говорили, севастопольцы люди целеустремленные и верные своему городу. И если выстроить диалог в конструктивном ключе, то это пойдет только на пользу и севастополю, и туристической привлекательности города. Спасибо за внимание. Всего доброго. До следующих репортажей. До новых сюжетов.